Привет! Сегодняшний наш сюжет называется «Яйца Фаберже Краш Тест». И в процессе мы решим одну задачку различными методами и сравним их. А задачка следующая. Представьте себе, идут два друга, и у одного из них с собой в рюкзаке его коллекция дорогих ему яиц Фаберже. Ровно n штук, все абсолютно одинаковые. И его приятель говорит ему, посмотри, пожалуйста, вон на тот небоскреб, видишь его? Как ты думаешь, с какого этажа, если сбросить твое яйцо Фаберже, оно разобьется, а с какого не разобьется? Ну, тот отвечает, говорит, я не знаю. Вот, а друг его продолжает. Вот, если ты мне дашь определенное число n яиц, я тебе через некоторое время скажу ответ. Но владелец коллекции ставит условия, говорит, хорошо, идет. Только если я буду видеть много раз, как ты кидаешь, мои дорогие, моему сердцу яйца Фаберже с балкона вниз на асфальт, боюсь, что если я буду видеть это более чем m раз, мое сердце разобьется на куски вместо яйца Фаберже. Поэтому я тебе дам n яиц, но ты можешь сделать только m бросков. И задача заключается в следующем, что имеется небоскреб, и надо ответить на вопрос, сможет ли приятель при данных ограничениях, при данных условиях, ответить на вопрос, с какого точного этажа максимального при броске яйцо не разобьется, ну и, разумеется, при броске со следующего, после него яйцо будет разбиваться. То есть найти максимальную высоту такого небоскреба. А сейчас я бы предложил всем желающим поставить видео на паузу и самостоятельно подумать над этой задачкой, поскольку у меня она кажется весьма-весьма интересной. Оп. Ну а мы теперь продолжаем. Итак, у этой задачки на вскидку есть простейший вариант рекуррентной формулы. Вот через h от n, m мы обозначим высоту небоскреба в этажах, число этажей, которые можно проверить с помощью, имея n яиц и m бросков. Для ситуации, когда n и m у нас будут больше 0, справедливо вот эта формула, во всех остальных случаях мы не сможем проверить ни одного этажа. Например, если у нас количество яиц меньше либо равно 0, разумеется, нам нечего бросать, мы никак не можем тестировать. Или если у нас число попыток меньше либо равно 0, разумеется, мы не можем ни разу бросить, никак протестировать даже ни один этаж. А в остальных случаях h от n, m будет равна 1 плюс h от n минус 1 m минус 1 плюс h от n и m минус 1. Как можно прийти к этой формуле путем рассуждений на уровне здравого смысла? Ну давайте посмотрим. Нам нужно бросить... Вот мы имеем n яиц. Нам нужно бросить одно яйцо с какого-то этажа. И нам нужно выбрать этаж таким образом, чтобы если яйцо разбилось, мы гарантированно нашли бы среди всех этажей ниже тот конкретный этаж, с которого оно не будет разбиваться. То есть значит, что бросать мы будем с такого этажа, который на единицу выше значения h от n минус 1 m минус 1. То есть вот это h от n минус 1 m минус 1 это число этажей, которые мы можем протестить на единицу меньше количеством яиц и на единицу меньшим количеством бросков, потому что мы одно яйцо разбили и один бросок использовали. А если яйцо не разбилось, то соответственно мы идем проверяем выше, а остается у нас еще столько этажей, сколько мы можем проверить тем же количеством яиц, поскольку у нас яйцо не разбилось, но на единицу меньшим количеством бросков, m минус 1, поскольку один бросок мы истратили. И вот такими простейшими рассуждениями мы приходим к этой рекуррентной формуле. Ниже написан вариант 2, это та же самая формула, просто чуть-чуть по-другому сгруппирована. К ней можно прийти двумя путями, либо такими же рассуждениями на уровне здравого смысла, что первый раз мы будем кидать с этажа, как мы рассудили в варианте номер 1, так если яйцо не разбилось, с какого же этажа мы будем кидать второй раз? И мы получаем вот эту вот сумму. Но мы можем к ней прийти чисто математически. Если у нас h от nm выражается через такую сумму трех слагаемых, мы в этой сумме в третьей слагаемой h от nm минус 1 также разложим на сумму трех слагаемых и будем продолжать это до тех пор, пока у нас не упрется все в ноль аргумент. Потому что при аргументе равном нулю у нас значение этой высоты будет равно нулю. И таким образом мы получим сумму m слагаемых с нуля до m минус 1, где каждая из них равна h от n минус 1, k, где k это индекс суммирования, плюс единицу. Вот эту плюс единицу можно вынести за знак суммы и будет это все выродиться в плюс m. Это не принципиально. Итак, у этой задачи есть два варианта решения. И если эту задачку кто из вас программист и увлекается олимпиадным программированием увидит на сайте задачек с олимпиадными программистскими задачками, сразу вот этот вариант программируется в виде рекурсивной функции. Эта рекуррентная формула напрямую вбивается и запускается проверка на сайте. И тут проверка говорит, что на малых аргументах все хорошо, все работает, но на больших аргументах превышает время расчета, то есть эта функция не оптимальна, эта формула. Хорошо, программисты с опытом знают, что можно добавить так называемую мемоизацию или воспользоваться динамическим программированием. Мы здесь видим, что в процессе расчета h от nm, в процессе расчета функции на двух аргументах, мы вызываем значение этой функции на других, меньших значениях аргументов. И так далее. В результате получается, что для каких-то аргументов функция h у нас будет рассчитываться множество раз. И чтобы оптимизировать этот процесс, мы запоминаем эти значения где-то в отдельной таблице и единожды их рассчитав, не считаем повторно. В этом заключается техника и мемоизации динамического программирования. Отлично. Вы модифицировали этот ваш алгоритм, добавили в него мемоизацию или переписали на динамику, запускаете, и у вас он опять не проходит. Серьезные тесты не проходят, не укладываются по времени. И здесь вы начинаете крепко призадумываться, потому что в большинстве случаев подобные задачки, они как раз подразумевают нахождение какой-то вот такой рекуррентной формулы, на основе которой пишется рекурсивная функция, добавляется мемоизация, разумеется, всегда. Это стандартный набор джентльменский. И считается, что задачка решена. Но тесты не проходят. И тогда у вас начинается как раз второй этап. Этап подумать, а как же можно по-другому. И здесь я опять предлагаю желающим поставить видео на паузу и подумать, а можно ли как-то по-другому и более оптимально решить эту задачку. Будем считать, что пауза поставлена, а мы продолжим. В процессе решения этой задачки можно просидеть, допустим, ночь другую с Матлабом и дождаться появления богини на могиле, которая диктовала Рамануджану его формулы. Вот она придет и скажет, я понимаю, конечно, что ты там далеко не Рамануджан, но я вижу, как ты мучаешься с этой фигней. На вот тебе формулу уж, пожалуйста. Потому что мне жалко видеть твои страдания. И даст эта богиня на могиле следующую формулу, третий вариант, что оказывается h от nm, значение высоты от количества яиц и количества попыток, равно сумме сквала равной единицы по n c из m по k, где c из m по k это так называемые биномиальные коэффициенты, широко известные. То есть это сумма части строки треугольника Паскаля, m-той строки. С элемента с индексом 1, не с нулевого, не с единицы, а с первого элемента и до значения n. Если же n больше, чем количество элементов в строке, мы просто добавляем нули. Вот эта формула спустила на мою богиню на могиле, и мы смотрим, проверяем ее там на одном варианте, на двух, трех, десяти, двадцати, сколько нам компьютер позволяет, и она работает, она действует. Плюс она позволяет радикально ускорить решение задачи, поскольку мы здесь занимаемся не суммированием с мимоизацией, как в предыдущих вариантах, а мы здесь можем рассчитать очень оптимальные эти биномиальные коэффициенты через операцию умножения и возведения в степень, и просто просуммировать несколько чисел, и радикально ускорить скорость решения этой задачи. Но остается вопрос. Мы воспользовались этой формулой, но чистого математика это не устроит, поскольку он скажет, позвольте, а вы проверили там для двухсот, трехсот тысяч случаев, почему вы считаете, что она будет равна всегда? И действительно, почему? Вот теперь попробуем это доказать, удовлетворим претензии чистых математиков. Докажем, что для любых n и m значение формулы h от n, m, задаваемое рекуррентной формулой, проведенной на предыдущей странице, совпадает с формулой, рассчитанной через биномиальный коэффициент. Для доказательства будем действовать двумя шагами. Шаг номер один. Мы зафиксируем m, второй аргумент функции h, в единице и докажем, что для любого n больше 0 h от n1 равно единице, что то же самое, что c из 1 по 1, совпадает как раз с этой формулой, потому что c из 2 по 1 и так далее, они будут равны 0. Мы раскладываем h из n и единицы по формуле рекуррентной и имеем h из n1 это единица плюс из h n минус 1 0, то есть декрементируем первый аргумент и второй, плюс h от n 0, декрементируем только второй аргумент. И то же самое по этой нашей заданной формуле, мы считаем, что все h, у которых хотя бы один из аргументов меньше либо равен 0, они равны 0. Получается, что это единица плюс 0 плюс 0 равно единице. То есть тут наш самый биномиальный коэффициент из одного по 1, который равен единице. И это мы доказали, я здесь обращаю ваше внимание, для любого значения n. Шаг 2 доказательства. Мы делаем индукцию по m. То есть нам нужно доказать, что также для любого n большего 0 из предположения индукции, что h от n m выражается через формулу из биномиальных коэффициентов, будет следовать, что h от n m-1 также будет выражаться через формулу для биномиальных коэффициентов. Запишем h от n м-1 по той же самой рекуррентной формуле единица плюс h от n-1 декремент первого аргумента, m декремент второго аргумента плюс h от n первый аргумент и m декремент второго аргумента. Теперь здесь мы видим, что у нас в этой сумме участвуют два слагаемых, у которых второй аргумент m. Поэтому мы можем воспользоваться предположением нашей индукции и выразить эти ашки, где второй аргумент будет m через наши биномиальные коэффициенты. Запишем единица плюс сумму я разверну в отдельные слагаемые. Вот это h от n-1 m у нас выразится в c из m по 1 и так далее плюс 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 c из m по n-1 Второе слагаемое h от n-1 выразится у нас c из m по 1 плюс c из m по 2 и так далее плюс c из m по n То есть в принципе эти две скобочки они почти одинаковые только во второй скобочке на одно слагаемое больше. Вот я их так записал, чуть-чуть подвинув здесь оставив пустое место, чтобы вы видели как мы будем дальше эти слагаемые группировать. Мы каждое слагаемое из верхней скобки объединим в пару со слагаемым из нижней скобки. Например, c из m по 1 объединим с c из m по 2 c из m по 2 объединим с c из m по 3 и так далее вот вертикально так и соответственно до конца c из m по n на 1 объединим с c из m по n сложим их в пару. У нас останется не объединенный в паре слагаемый единица плюс c из m по 1 мы их вынесем вперед. А вот эти вот сумочки это известное свойство биномиальных коэффициентов. Он очень наглядно демонстрируется в треугольнике Паскаля, поскольку каждый элемент треугольника Паскаля равен сумме двух на верхней строке с индексом равным ему и меньше на единицу. То есть получается что c из m по 2 плюс c из m по 1 это будет равно c m плюс 1 по 2. И точно так же каждый из этих элементов выражается в виде следующего биномиального коэффициента. Соответственно сумма вот этих двух скобочек за исключением c из m по 1 будет равна как раз сумме хвоста нужных нам биномиальных коэффициентов. А вот это первое слагаемое единица плюс c из m по 1 на м это будет равно m единица плюс m плюс 1 то есть можно записать как c из m плюс 1 по 1 то есть мы получаем ровно ту же самую формулу как сумма наших биномиальных коэффициентов. Вот получается таким образом что мы теоретически обосновали и доказали ту формулу которую нам спустила с неба богиня Намагири и можем ей пользоваться и вовсю решать подобные задачки. А такое некое замечание по практике то есть математик-теоретик чистый математик он бы остановился и потерял интерес к этой задаче еще вот на этом этапе. То есть как только он написал рекуррентную формулу из которой следует что за конечное число шагов мы можем рассчитать значение нашей функции для любых аргументов n и m он бы посчитал что все задача решена имеет решение есть четкие алгоритмы и решения из процедуры получения значений функции и все но для применения в реальной жизни разумеется эту формулу можно оптимизировать и вот обычные стандартные процедуры оптимизации они останавливаются на мимоизации вот таких рекуррентных формул либо перехода к динамическому программированию суть в котором заключается в заполнении предварительных таблиц а здесь у нас есть такая вот волшебная формула которая может случайно озарить и спуститься с неба и мораль здесь такая что если у вас задача имеет решение которое не оптимально как бы не стоит отчаиваться потому что может быть шанс что у этой задачи существует решение которое гораздо более оптимально считается элегантно и красиво всем спасибо за внимание